Как там? Нормально все. Поехали. Все нормально, все чисто. Застрявший в неудачной позе в самом эпицентре устранения порыва водовода, лишающий злостных неплательщиков самого дорогого возможности пользоваться собственным туалетом. И, наконец, просто в не очень чистом наряде запечатлеть коммунальщика таким – настоящая удача. Известного амурского фотографа, что делал фото для выставки, она, очевидно, обошла стороной. Коммунальщики у него вышли милыми, как котята. А все потому, говорят модели, что фотограф умелый. И потом не столько раздражает тот, кто отвлекает от выполнения работы, сколько желающий ее ускорить. Мы выполняем свою работу, а кто-то пытается залезть к нам, что-то спросить, о чем-то сказать, чем-то помочь. Но мы сами профессионалы своего дела, и мы сами знаем, что нам делать и когда нам делать. Почему спецовка при этом выглядит, будто ее хозяева и не думали ничего делать – вот в чем вопрос. На него тоже нашлись желающие ответить. Ну, они действительно чистые, красивые, приходят на работу с улыбкой, делают свою работу. Потому что, если честно, ну, как бы вы ни подумали, но коммунальщики делают потрясающую работу. Вот они ее любят, как и я люблю свою работу, как и все. Насколько сын любит свою работу, может рассказать Галина Ивановна. Приходить любоваться на фото, где Димочка на фоне любимого экскаватора, она готова в каждой из десяти дней работы выставки. О трудовом подвиге наследника тоже может рассказывать бесконечно. Работе он отдает времени очень много, очень. Потому что в любую минуту, днем или ночью, его позвони, что порыв, Дима, нужно ехать на работу. Он встает и едет. Очень приятно, когда на него смотрят. И за себя какая-то гордость, что воспитала сына. А он такой молодец. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин. Программа «Горы». Продолжение следует...